Остров Варлама – уникальное мультикультурное место. Здесь жили саамы, финны, норвежцы и русские. В 1900 году, узнав о птичьем рае, так издревле называли эти места, в долину реки Пас для сбора материалов о природе и приехал студент из Южной Норвегии Ханс Конинг. Он был нейтралистом, который вел наблюдения за природой, в основном за птицами, делал свои записи, публиковал. И сейчас как раз его наблюдения, они лежат в основу научных наблюдений, которые сейчас используют две страны, даже, можно сказать, три страны. Несмотря на близость заповедника к промышленным горно-металлургическим объектам, Пасвику есть чем удивить и современных орнитологов, ежегодно приезжающих для изучения популяции птиц. Я приехал там, чтобы наблюдать за птицами. Естественно, для меня, что я основываю свои наблюдения, прежде всего, на оценках состояния этой среды. Это замечательно, что она нетронутая, это замечательно, что она такая сложная. Книга Ханс Конинг «Первый орнитолог Пасвика» готовилась и издавалась на средства крупного международного проекта по сохранению природного, культурного и геологического наследия приграничья при непосредственном участии заповедника Пасвик и финансовой помощи компании «Норильский никель». Результат объединенных усилий можно будет прочесть на русском и английском языках. Есть и странички на старонорвежском, подлинные записи орнитолога Ханса Сконинга. И сама идея, чтобы эта книга была доступна для общественности, для любителей природы, для любителей птиц, ну и для тех, кто хочет узнать лучше свой край, она написана доступным языком. Презентация книги о норвежском орнитологе Хансе Сконинге, который в начале прошлого века первым описал в долине реки Пас 172 вида птиц, состоится 11 ноября в Никеле и 12 ноября в Киркенессе. Редактор субтитров А.Семкин